Здравствуйте! Вас приветствует Институт строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Мы продолжаем цикл бесед о здоровом образе жизни. Сегодня у нас в гостях врач высшей категории, врач-инфекционист Скачко Оксана Николаевна. Здравствуйте! 1 декабря, Всемирный день борьбы со СПИДом. Сегодня мы хотели поговорить о профилактике ВИЧ-инфекции. Студенты очень часто путают, что такое ВИЧ и что такое СПИД. Давайте подробно об этом поговорим. Хорошо. ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека, который, попадая в организм, вызывает ряд специфических тяжелых заболеваний. Он относится к семейству ретровирусов, то есть медленных вирусов. Почему так говорят? Потому что бессимптомная стадия протекает от 5 до 10 лет. То есть человек может быть уже заболевшим, но не знать об этом. Да. А синдром – это синдром приобретенного иммунодефицита человека, когда уже возникают клинические проявления ВИЧ-инфекции, и он является терминальной стадией ВИЧ-инфекции. Скажите, пожалуйста, как можно заразиться ВИЧ-инфекцией? Путей заражения три. Первый – это парантеральный, то есть через кровь. Или же, если это в быту, то через бритвенные принадлежности, на которых остается кровь зараженного человека или маникюрными приборами. Также у потребителей инъекционных наркотиков – это использование одной иглы. То есть передача вируса может осуществляться через кровь заболевшего. Да. А вот скажите, пожалуйста, вытует мнение, что ВИЧ-инфекция распространяется при укусе комаров или других кровесосущих насекомых? Нет, таким путем ВИЧ-инфекция не может распространиться, потому что количество крови, которое вбирает в себя комар, настолько мало, что там таким количеством вирус не передается. Ага, значит, все зависит от дозировки. Да. Какие еще могут быть моменты заражения? Следующий путь передачи – это половые. К нему относятся незащищенный половой ахт и беспорядочная половая связь. Следующий путь – вертикальный, то есть от матери к ребенку. Ну и хотелось бы более подробно узнать, как же сохранить свое здоровье и узнать профилактические меры, чтобы не заболеть спидом. Значит, к мерам профилактики относятся. Ну, во-первых, здоровый образ жизни, то есть отказ от употребления наркотических препаратов и алкоголя. То есть алкоголь и наркотики все равно могут воздействовать на психологические состояния, да, и использование иглы – это вот еще один пункт, который можно утверждать, что является переносчиком заболевания. Сегодня, следуя веянию моды, многие люди часто посещают парикмахерские, маникюрные салоны, тату-салоны. Как быть уверенным, что специалист с его инструментами действительно будет давать чистые приборы, уверенность в приборах? Нужно обязательно следить за тем, чтобы, если это одноразовые инструменты, то упаковка инструментов должна вскрываться при посетителе. А те инструменты многоразового использования, если таковые будут иметься, то нужно не стесняться спрашивать, как они были обработаны, потому что они должны быть обрабатываться термически, какими-то дезинфектантами обязательно. А вот Вы говорите, что термическая обработка – это значит, вирус погибает при высоких температурах? Да, да, вирус погибает. То есть мы призываем к тому, чтобы Вы были бдительны и не стеснялись спрашивать в салонах, каким образом идёт дезинфекция приборов. Ещё каким образом защитить себя? Это нужно быть бдительным, наверное, к своему партнёру. Да, да, это защищённый секс и уверенность в своём партнёре. Ну, а скажите, как же быть уверенным? Да, я вроде как знаю всё о нём, но такой большой этап как бы не всегда виден на лицо, что человек болен. Да, чтобы быть уверенным в своём партнёре, нужно вместе пойти и сдать кровь на ВИЧ. Это можно пройти в Луганском республиканском центре по профилактике и борьбе со спиной. Также ещё есть, чтобы предотвратить заражение от матери к ребёнку, нужно маме принимать антиретровирусный препарат. Это анти против ретро, это ретровирус против вируса. И тогда большой процент, что ребёнок будет здоров, если она принимает препарат. Ещё хотелось бы затронуть, часто встречается такой вопрос, что вирус может передаваться при переливании крови. Ну, у нас сейчас такое не может быть, потому что все доноры регулярно обследуются на ВИЧ-инфекцию, и кровь допускается в работу только многократно проверенная на ВИЧ с отрицательным результатом. Сегодня мы попытались ответить на часто задаваемые вопросы. На этом наша встреча подходит к концу. И мы благодарим вас за внимание. Субтитры подогнал «Симон»